На заводской проходной, что в люди вывело его, теперь все не так, как в прошлом веке. Рамки металлоискателя, строгая охрана. Но уже на улице, несмотря на холодную октябрьскую погоду, сердце отогревается. Многие из бывших коллег на рабочих местах, но когда технологический процесс закончится, также присоединятся к встрече. А пока Михаила Никитовича встречает заместитель начальника коксового цеха Иван Иванович Сердюк. С первых же слов начинается обсуждение здоровья, но не собственного, а коксовых печей. Это автоматика кантовки, автоматика планирования. Она была нужна, сейчас варьируется в зависимости от загрузки. Первым делом дорогой гость проходит в контору. Здесь и спокойнее, и теплее. Неспешный разговор также заходит об изменениях в технологиях производства. В 70-е годы прошлого века, благодаря в том числе и Михаилу Никитовичу, московский коксогазовый завод был одним из лидеров отрасли. Сейчас, главное отличие от советских времен, объем выпускаемого кокса стал меньше, но качество выросло. Конечно, сейчас им немножко легче, потому что, если мы давали там 40 печей за 8 часов, они 30-20 вставляют, поэтому их время больше. Это хватает обработать, печь лучше, очистить. Несмотря на свои годы, а Михаилу Никитовичу недавно исполнилось 90, он с удовольствием вспоминает работу на коксогазовом заводе. Тем более, что трудился он не за страх, а за совесть. Его заслуги были отмечены орденом Ленина. В таблице выработки его бригада неизменно занимала верхнюю строчку. Кстати, таблица эта, по старинке заполняемая мелом, используется до сих пор. Стибул в работе, потому что везде должна быть соревновательность. Это нормальное явление, и оно даже всеми поддерживается. Больше трех десятков лет трудился Михаил Никитович на одном из ключевых агрегатов производства – коксовыталкивателе. Таскуют руки по штурвалу, даже несмотря на то, что последний раз поднимался в кабину почти 30 лет назад. И здесь за долгие годы многое поменялось. Тем не менее, опытной рукой бывший бригадир заставляет огромный двухэтажный аппарат скользить по рельсам. Больше 50% уже мы не нашли. Все управление, то, что выталкать, изменилось. Раньше рукоятка была простая, сейчас совсем другая. Это облегчило, конечно, труд машиниста. Но усиловала бдительность. Но не только за мастерство любили и уважали Михаила Долю начальство и коллеги. Он всегда готов был выслушать, подбодрить, дать добрый житейский совет. Человечный, очень дружелюбный. Когда он работал, никаких аварий, никаких таких непредвиденных обстоятельств не было. Очень грамотный товарищ, очень ответственный товарищ. Своей экскурсией на завод Михаил Никитович остался доволен. И с эстетической точки зрения, и с производственной. Я рад, что мой родной завод прямо цветет. Люди все веселые такие. И соблюдают культуру производства. Представляете, и дисциплина у них сильная. Потому что без дисциплины не может быть победы. Ни в бою, ни в труду, ни в науке. Почетный металлург СССР, заслуженный металлург РСФСР, кавалер ордена Ленина, почетный гражданин города Видное. Регалий у Михаила Доли много. Но подобные встречи раскрывают его главное качество. Желание быть полезным людям. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.